Среди развалин городов и крепостей древних государств, которые мы, армяне, считаем армянскими, нет ни одной надписи на армянском языке. Это факт. Есть на Серово-Вилонском, есть на Урарском, еще на каких-то вариантах этих языков, но на армянском нет. Территория современной Армении. Здесь находятся две крепости. Тейшабаини на холме Кармерблур и Эрбуни на холме Оренберт. До середины 20 века об этих крепостях никто ничего не слышал. Сегодня они известны как минимум каждому армянину. Есть такая версия, что в древности на этих землях существовало царство Урарту, а вот эти две крепости являлись его частью. Из этой версии произошла, возникла еще одна версия о том, что армяне являются потомками и наследниками жителей и основателей царства Урарту. Мы, армяне, не только гордимся и поклоняемся этой древней связи. Это не страшно. Верить в сказки и мифы нигде не запрещено. Но мы при этом еще и пытаемся внушить соседним народам, что наша армянская история являлась предтечей их истории. А вот такая наша позиция – это уже, на мой взгляд, во-первых, заблуждение, а во-вторых, одна из главных причин длительных и совершенно бессмысленных конфликтов с соседями. Я убежден и попытаюсь это вам доказать, что древнее царство Урарту – это труп, неизвестный труп, выкопанный из туманного прошлого человечества определенными силами и с определенными целями. Давайте посмотрим, как происходило опознание и идентификация останков царства Урарту. Главными свидетельствами существования Урарту являются найденные археологами надписи на камнях, сделанные как будто бы царями Урарту или по их приказу. Несколько таких камней были обнаружены и в Армении. Вот начнем с Рыбуни. В 1879 году местный житель Еревана по фамилии Тер-Аветисов нашел, как он сам утверждал, на холме Аринберт камень с нацарапанной на нем надписью. Через 15 лет, в 1894 году, он продал этот камень русскому ученому, филологу Алексею Арсентьевичу Ивановскому. Ивановский, надо понимать, просто поверил на слова Тер-Аветисову, поскольку проверить это все не представлялось возможным, и этот камень приобрел у него. Рисунок с этого камня и приблизительный перевод, приблизительный, спустя какое-то время опубликовал другой ученый-ассериолог и преподаватель иврита Михаил Васильевич Никольский. По утверждению Никольского, надпись на камне сообщает о том, что урарский царь Аргиште I построил на этом месте зернохранилище. На этом, это значит на том, где камень был найден. Я очень хотел своими глазами увидеть этот камень, но, увы, ни камня, ни даже публикации Никольского я нигде не обнаружил. Мне показалось странным, что столь значимый артефакт недоступен сегодня для широкой общественности. Я очень хорошо знаю, как мы, армяне, бережно и ревностно храним все, что касается нашей великой древности, и как яростно все это демонстрируем скептикам. А тут вот вдруг такое забвение. Ну, как бы там ни было, будем считать, что первый камень у нас есть, точнее не камень, а рассказ об этом камне. Далее, в 1950 году, во время разведывательных археологических работ, Константин Ливонович Аганесян обнаружил еще два базальтовых камня с клинописью. На одном сообщалось о строительстве зернохранилища царем Урарту Сардуре II, а на II было написано, что крепость Рыбуни построил другой урартийский царь, уже знакомый нам Аргиште I. Есть современные уже музейные фотографии этих камней, они были сделаны гораздо позже, в 60-х годах, вот они. Но мне опять же хотелось бы увидеть фотографии, сделанные в момент раскопок, в те самые радостные дни, когда все эти артефакты, эти камни были обнаружены. Но этих фотографий нигде нет, если кто-то может помочь, поможет, я буду очень благодарен. Кто же такие эти урартийские цари Аргиште I и Сардуре II, о которых говорится на этих таинственных камнях? Давайте начнем с Сардуре II. О Сардуре II нам известно из надписи «Еще на одном камне». В 1850 году небольшой фрагмент текста о Сардуре II обнаружил на Ванской скале, это сейчас находится в Турции, британский археолог-любитель Остин Генри Лейерт. А в 1915 году знаменитый советский ученый Николай Яковлевич Марр там же на Ванской скале нашел главную и полную летопись царя Сардуре II. Это была огромная стелла с клинописью. Мы ее можем увидеть. Вот ее фотография именно в момент раскопок. К слову, это 1916 год. Обратите внимание, даже тогда была возможность сфотографировать значительные находки тут же, как только они были сделаны. Вот еще одна фотография. На ней запечатлено, как эту же стеллу поворачивают для фотографирования. Кроме этих фотографий, есть еще рисунки и толкование этих рисунков многочисленными историками. Ну, там целые тома. Филологи еще участвуют, переводчики. Но сама стелла, опять же, куда-то подевалась. Нет ни информации о ее местонахождении, ни более современных качественных фотографий. А на самых первых фото, конечно, невозможно разобрать текст летописи, в которой содержится значительная часть известной истории древнего царства Урарту. И нам приходится просто, нам, современникам и, во-первых, армянам, приходится просто верить на слово тем, кто ее нашел, видел, щупал, читал и срисовывал. На двух базальтовых камнях, найденных Аганессианом на развалинах крепости Рыбуни, есть упоминание еще об одном царе Урарту, Аргеште I. Мы уже о нем говорили. Это, как выяснилось, папа Сардуре II. О царе Аргеште I стало известно от того же самого археолога-любителя британского Остина Генри Леерда. У входа в царское жилище на Ванской скале Леерд, это тоже было в 50-е годы XIX века, обнаружил летопись Аргеште I и зарисовал ее. Примерно вот так. Остальные неопровержимые свидетельства существования древних урартийских царей, я смею вас заверить, выглядят вот примерно таким же образом. После находки на холме Оренберт двух камней с текстами о постройке зернохранилища и крепости Рыбуни, несмотря на всю сенсационность этих находок, ученые все-таки не решились опознать крепость, которая была перед ними, как крепость Рыбуни. Тогда, на тот момент, доказательств, по их мнению, было недостаточно. Но спустя 8 лет, на счастье растерянных археологов и историков, на холме Оренберт был обнаружен еще один камень. Еще один камень с надписью. И эта надпись уже прямо указывала на то, что здесь находится именно крепость Рыбуни, а не какая-то другая. И что основал ее, таки да, Аргеште I, отец Сардури II. Это был камень, заложенный в древнюю стену с абсолютно нетронутой надписью. То есть, надпись идеально сохранилась за 2500 лет. Вот эта надпись. А теперь посмотрите. Вот это вот Рыбуни. Вот стены крепости Рыбуни. В 8 лет десятки археологов искали эту нетронутую надпись, которая, как вы видите, находится не где-то в подземелье, а наверху, в верхней части стены. Ну, слава богу, что нашли, как говорится. Ну, и снова нет фотографии. Нет фотографий, сделанных в момент раскопок, в момент обнаружения надписи. Нет радостных лиц членов экспедиции, различных ракурсов Великого Камня. Вот и все фото, которые есть. Сравните их качество. Кстати, вот этот 1958 год с качеством, например, фотографии Стеллы на Ванской скале. То был 1916. Удивительно и другое, то, что за 8 лет раскопок с 50 по 58 год на холме Оренберт было сделано всего лишь несколько фотографий какого-то немыслимо плохого качества. Можете сами убедиться в этом, поискать. Я обыскал все архивы. Их нет. Ну, что же, так или иначе, ключевой камень для локализации крепости Рабуни на холме Оренберт и ее датировки есть. Вот он. И нашим ученым оставалось только произнести вслух, что Рабуни старше самого Рима. И, соответственно, Ереван, расположенный сегодня здесь же, в этих местах, это одна из древнейших столиц цивилизации, поскольку Ереван является продолжением Рабуни. Хочу напомнить вам, что у Рима, конечно же, гораздо больше доказательств его древности. И свидетельства о нем существуют на многих языках мира, а не только на мертвых и загадочных, вроде Асирово-Вилонского, Урарского. То есть, несоизмеримо больше, невозможно даже сравнить их с вот этими несколькими надписями на холме Оренберт, Кармербур, Иванской скале даже вместе взятыми. И при этом ученые всего мира до сих пор спорят о возрасте города, в который ведут все дороги. Ну, а нам, армянам, хватило вот этого, чтобы Ереван стал древнее Рима. Ну, как есть, так есть. Руководителем раскопок на холме Оренберт с 1950 по 1958 год был заместитель директора государственного Эрмитажа Борис Борисович Петровский. Вот он фотографируется со своим сыном Михаилом, которого брал с собой в Армению на раскопки каждое лето. А вот это жена Бориса Борисовича на развалинах Кармерблура. Это вообще фото начала 40-х годов. Как мы видим, возможности делать довольно качественные фотографии у экспедиции Петровского были. В 50-е годы 20-го века фотографирование вообще было уже вполне доступно. Вот фотоаппараты 40-х, 50-х годов. Взоркий, ФЭТ, Зенит. Стоимость от 70 рублей до 250. Это было примерно 2 зарплаты школьного учителя, ну, может, чуть больше. Для научной экспедиции государственного уровня это, конечно же, не проблема. Ну, на крайний случай, вот такой фотоаппарат смена стоил всего 15 рублей. Насколько мне известно, существует обязательная паспортизация всякого артефакта, найденного во время археологических раскопок. И эта паспортизация предполагает фотографирование. Если, конечно, такая возможность существует. Но прежде всего в качественном фотографировании и в множественном фотографировании сенсационных, тем более, находок заинтересованы сами археологи и, конечно же, руководители экспедиции. Но почему-то вот экспедиция Бориса Борисовича Петровского оказалась удивительным исключением из правил. Итак, холм Кармерблур и крепость на нем, которая идентифицирована как крепость Тейшабаини. За 20 лет до обнаружения Эрабуни Борис Борисович Петровский впервые отправился в Армению. Петровский был египтологом и мечтал работать на развалинах древнего Египта. Но его учитель Николай Яковлевич Мар сказал ему, что Египет далеко, а вот здесь рядом есть древнее царство Урарту, которое нужно разыскать. Разыскать его нужно на Кавказе, сказал Николай Яковлевич Мар. И в 1930 году Борис Борисович Петровский с группой ученых начал свои поиски. Вот год за годом он искал место, где можно было бы начать масштабные раскопки и нашел его аж через 9 лет. Между этими датами произошло следующее. В 1936 году геолог Александр Петрович Демехин, изучая горные породы в районе реки Раздан, нашел на склоне холма Кармир-Блур осколок клинописной таблички. Вот этот осколок с клинописью. Там было 5 строк текста и передал эту табличку в исторический музей Армении. Там установили, что это текст урарского царя Руссы, и Борис Борисович Петровский отправился на Кармир-Блур. С сентябрьским вечером 1939 года археологическая экспедиция прибыла на холм Кармир-Блур. На холме еще не было никаких видимых следов древней цивилизации. По рассказам самого Петровского, в первый день прийти к выводу, где именно нужно начинать копать, ученые не смогли и легли спать. А дальше свершилось чудо. Об этом написал Борис Петровский в книге Кармир-Блур. Давайте цитату посмотрим. В самом начале работ после одного сильного ливня удалось заметить, что поверхность холма высыхала неравномерно. Причем при высыхании определенно вырисовывались части плана древнего здания. Это объясняется тем, что стены, сложенные из сердцового кирпича, задерживали влагу дольше, чем грунт, заполнявший помещение. И только сын Бориса Борисовича Петровского, Михаил Борисович Петровский, как будто вторим моим подозрением, говорит, что этот рассказ все же больше походит на легенду. Послушайте, как он говорит об этом сам. Еще и такая тоже есть легенда, она такая очень фантастическая, красивая, близко к истине, что когда они были на Кармир-Блуре, то прошел дождь. И когда дождь прошел, то вдруг обнаружился весь план той цитадели, которая находилась под холмом, потому что дождь, вода в разной степени просачивалась в пустые места помещений и задерживалась там, где были стены. Стены сердцового кирпича, который обгорел во время пожара. И вот вроде как бы план крепости обнаружился, и дальше было очень легко, просто интересно копать. Хотя он называет это легендой, но по сути-то он не отрицает версию своего отца, связанную именно с дождем и с тем, что произошло после дождя. Давайте попробуем разобраться и посмотрим, кто ближе к истине, отец или сын. Если участки почвы высыхают неравномерно, то это значит, что они разной плотности. Как утверждают ученые, крепости Тейшебаини более 2,5 тысячи лет. А раз так, то за 2,5 тысячи лет менее плотные слои должны были подвергнуться большей эрозии, и уровень поверхности над пустотами помещений стал бы гораздо меньшим, чем уровень поверхности над стенами. А скорее всего, стены древней крепости за такой срок просто обнажились бы. Вот справка из архива погоды в Ереване за сентябрь 1939 года. Вот это за весь 1939 год. Мы видим, что в этом районе дожди идут несколько раз в месяц. Из них как минимум один – это ливень. Далее мы видим, что леса и лесная подстилка здесь отсутствуют. А это значит, что поверхностные стоки здесь довольно энергичные. Существует еще ветровая эрозия. Кроме того, этот холм, по заверениям наших же ученых, был необитаемым в течение многих сотен лет. А это значит, что культурные слои наращивать, наносить здесь было некому. И говоря простым языком, все, что могло двигаться и перемещаться – мусор, песок, камни, верхние слои почвы. Все это должно было перемещаться исключительно вниз, но никак не вверх. Вот еще очень интересный факт. Примерно до 1910 года, по утверждению Бориса Петровского, на вершине холма, кормер-блур, стояла часовня. Но поскольку местные жители разобрали ее на стройматериалы, то от нее не осталось даже следа. Ничего не осталось. Придется поверить нам на слово, Борису Борисовичу Петровскому. Была такая часовня, она была армянская, стояла на вершине кормер-блура. Но, согласитесь, странно, что армяне, которые всегда очень трепетно относились и относятся к своей религии и к ее культовым постройкам, вдруг взяли и разобрали часовню на булыжнике. Вот это точно на армян не похоже. Но неужели от нее не осталось ни одного камушка, ни одного воспоминания даже, кто служил в этой часовне, когда и кем она была построена, неужели археологи не смогли выведать ничего у еще живых современников этой часовни? Странно. Есть еще кое-что интересное. По утверждению Петровского, кроме пропавшей часовни, на вершине холма находились остатки укрепленной армянской усадьбы XI-XII веков н.э. Петровский пишет, что среди ее развалин были найдены медные монеты XII века с именами от Абека Ильдыгиза, сельджукицкого султана Арслана, сына Тугрула, а также от Абека Кизил Арслана и сельджукицкого султана Синджара, сына Сулеймана. В книге Петровского «Кармир Блур» всего несколько слов об этой укрепленной усадьбе с тысячелетней историей. Никаких фотографий, рисунков или хотя бы подробных описаний, которые делаются при паспортизации найденных артефактов, нет. И вообще непонятно, почему Петровский называет эту усадьбу армянской, если все, что в ней найдено, не армянская. А уж если она считается армянской, то тем более выглядит странным отсутствие отчетов, исследований, рисунков и фотографий. В общем, и эта древняя армянская усадьба следом за часовней исчезла. И не просто исчезла, а исчезла в присутствии археологической экспедиции государственного значения. Любопытный диалог у меня случился, когда я выложил в соцсетях вопрос об этой усадьбе. Я просто спросил, почему же она армянская и где она делась. Один пользователь с армянской фамилией, естественно, написал, «Если Петровский этому не удивляется, может и удивляться здесь нечему. Может нужно почитать то, что было написано до этой цитаты и после нее, а не вырывать ее из контекста». Уважаемый пользователь с армянской фамилией, ничего больше об этом объекте Петровским написано не было ни до, ни после. А в ответ я хочу прочесть вам отрывок из обращения Бориса Петровского к Президиуму Академии наук Армянской СССР. Цитата. «В статье Макритычана напечатаны на английском языке в чехословацком журнале «Новый Восток». Кроме прорисовок хаевских монет XIX века до н.э. помещены также их фотографии. Когда эти монеты были переданы на определение в отдел нумизматики исторического музея Армении, то было получено следующее заключение. «Медные монеты, изображенные в журнале «Новый Восток», совершенно неправильно представлены как денежные единицы XIX века до н.э. На самом деле это монеты со стертыми надписями XII-XIII веков н.э., выпущенные отобеками Азербайджана из династий Ильдегизидов 1133-1225 гг. Таковые имели массовое распространение в средневековой Армении и в сопредельных областях Закавказья. «Оказалось, что прорисовки, опубликованные Айвазяном и перепечатанные в статье Макратычана, фантастические и ничего общего не имеют с реальностью. Нужно лишь удивляться тому, как решился автор публиковать заведомо подложные прорисовки. Не лучше обстоит дело и с хаевскими надписями XVII века до н.э. На камнях и скалах Мицамора. Так, в цитированной выше статье приведен Мицаморский Петроглиф, снабженный переводом текста «Далее дом огня, богатое помещение, дважды благословен Акол, которому принадлежит родниковая земля навечно». В действительности, по заключению арабистов Института истории Академии наук Армянской СССР, «Камень представляет собой надгробие с арабской надписью, не точно скопированной – Али Касим Хан. Конечно, эта надпись читается не слева направо, как полагал Айвазян, а наоборот – справа налево». Конец цитаты. Подлоги, ложные прорисовки, неправильно переведенный текст и даже прочитанный в обратном направлении. Это утверждал сам Борис Борисович Петровский, не я. Но это дает мне право ко всему, что написано о нашей армянской истории, относиться как минимум критически. И еще один удивительный факт – с холма Кармир-Блур. Там было найдено множество табличек с указанием на то, что именно сия крепость зовется Эрабуни. То есть не та, которая на холме Оренберт, а вот эта, которая на холме Кармир-Блур и которая сегодня называется Тейшебаяни. Это, казалось бы, тупик для археологов. Две крепости и обе Эрабуни. Михаил Борисович Петровский очень просто объясняет эту странность. Оказывается, в какой-то очень древний год клинописные таблички с упоминанием Эрабуни были просто перенесены с холма Оренберт на холм Кармир-Блур. В 7 веке, когда центр вот этого региона из столицы, из Эрабуни переехал в Тейшебаяни. И так получилось, это тоже к археологическому счастью, несчастью, везению. Вот Тейшебаяни был последним центром, мы взяли штурм. Враги. Скифы, не только скифы. Город, цитадель горела, сгорела, падала все. И, в общем, все, что в ней было, осталось. Осталось там не только, что было в ней привезено, когда существовал город, но и то, что было привезено из Эрабуни древнего центра. Поэтому, когда археологи, уже другие, тоже московские, армянские, тут были петербургские, армянские, копали Эрабуни, то при находках больших архитектурных сооружений вещей почти не было. Петровский-старший в книге Иванское царство пишет, раскопки позволили установить, что крепость Эрабуни не погибла, а была заброшена, причем сокровища из ее кладовых были перевезены в крепость Тейшебаяни. В этом объяснении Петровского есть один очень важный прецедент. Это то, что клинописные таблички могли перекочевать с одного места на другое, и что археологи могли их обнаружить не там, где они были изготовлены. Тогда возникает вопрос, почему не предположить, что они попали сюда вообще из третьих мест, из других городов, с других холмов? Это же не громадные камни и стелы, с которыми много проблем. Это же небольшие глиняные таблички, которые можно было привезти сюда откуда угодно, и даже из художественных мастерских. Например, на момент прибытия глиняных табличек на место своего будущего обнаружения, изготовители этих табличек еще просто могли не решить, где будет находиться Эрабуни на Оренберде или на Кармерблуре. Как вам такая версия? Ни у одного же Михаила Борисовича хорошее воображение. Итак, давайте я подведу небольшой итог. На холмах Оренберт и Кармерблур есть остатки каких-то строений, сделанных людьми в прошлом. Датированы эти строения на основании клинописных текстов. Происхождение текстов туманно и до сих пор вызывает массу вопросов у ученых и исследователей всего мира. Кроме того, клинописные таблички, как и язык, на котором они написаны, вполне могли не иметь ничего общего ни с вышеупомянутыми холмами, ни с народами, которые сегодня населяют эти места. Также не исключено, что все эти таблички вообще новодел. «Братья-армяне, скажите, почему мы, вполне здравомыслящий и даже недоверчивый народ, сделали вывод о своей многотысячелетней истории на основании вот этих вот недофотографированных, недообъясненных, недофактов и недолегенд? Разве выводы, на которые опирается наша уверенность, сделал сам Господь Бог? Нет же! Эти выводы сделали простые ученые, живые люди. И каждый из них со своей степенью ответственности, со своими явными и скрытыми целями, со своими ошибками, со своими убеждениями и со своими пороками. Вот Михаил Борисович Петровский сейчас скажет нам, что Арарат, который каждое утро виден из Еревана, двуглавый красавец Масис, это совсем не тот Арарат, о котором говорится в Библии. И считать его библейским просто смешно. Надо сказать, что тот Арарат, который был в древности, тот, который упоминается в Библии, это не тот Арарат, который существует сейчас. Это горы несколько южнее, какие-то слова курдистанские горы, там есть несколько гор, которые вот и назывались древним названием Арарат. Потом оно было в связи с перемещениями разных центров на север, оно от гора Масис получило название Арарат. Так что ковчег-то надо искать на другой горе, поэтому всякие его находки на нынешнем Арарате могут вызывать только улыбки. Так что, верим Мише? Или критически подойдем к его слишком смелому заявлению на сей раз? А давайте я вас еще немного позабавлю цитатами из книги Бориса Борисовича Петровского «Кармирблур», так она называется. Читаем подробно о том, что было найдено в крепости Тейшебаяни, на холме Кармирблур. Громадное количество зерна. В большом карасе, украшенном рельефным пояском, оказался запас магара, мелкого проса, другие сосуды содержали ячмень, пшеницу, проса и горох. Около зернотерки стояла большая чаша, в которой лежал маленький сосуд с просом и кучка косточек винограда. Была обнаружена крупная яма, заполненная горой проса, и около нее больших размеров карас с ячменем. Среди большого количества пищевых запасов были найдены остатки хлеба, выпеченного из порсяной муки крупного помола. Хлеб этот имел овальную форму с утолщенными краями и отверстием посередине. Такая форма хлеба сохранилась в Закавказье и до наших дней. Обнаружены остатки сваренной пшеничной каши и выпеченной лепешки. Встречаются также круглозерные сорта пшеницы и ячменя особенно высокого качества. Качество даже определили. Я отыскал в здании Академии наук СССР некоторую информацию. Журнал «Наука» за 1989 год зерна во время раскопок находят за редчайшим исключением в обугленном виде. Они очень хрупки, поэтому при их взятии и особенно транспортировке необходимо обратить особое внимание на обеспечение их максимальной сохранности. Я подумал, может быть, Борис Борисович Петровский просто забыл написать, что все это зерно в огромном количестве было найдено обуглившимся. Но нет, не забыл, как выяснилось, потому что вот здесь, дальше, он об этом написал. Среди сортов проса наиболее представлено итальянское просо или гоми, найденное как в виде ококсовавшихся, плотно оспекшихся кусков, так и в виде не обуглившихся, сохранивших даже свой цвет остатков зерна, наполнявшего большие сосуды и зернохранилища. Была открыта целая комната, засыпанная пшеницей, при обработке которой были обнаружены остатки древних амбарных вредителей долгоносиков. Какие-то цветочки, упавшие и застывшие, можно определить, какое это было время. Кошка и мышь, попавшие в сосуд, и там, значит, погребенные. Вы знаете, однажды я видел своими глазами, как выглядит зерно столетней давности, хранившееся в специальных помещениях на военных складах, вернее, забытое там. Я не знаю даже, как описать это. Конечно, если бы его вовремя поджарили, то оно бы еще протянуло, может быть, 200-300 лет. Но 2,5 тысячи лет в земле на глубине 3-4-5 метров, куда проникала влага, грызуны, насекомые, микробы. Мы всерьез верим в эти картинки, которые кто-то и зачем-то вертит у нас перед глазами. Еще из книги Кармир Блур, из литературных драматических фантазий, просто не могу не прочесть. В одной могиле во рту детского костяка была обнаружена серебряная, плохо сохранившаяся Драхма с именем Александра Македонского. На лицевой ее стороне изображена голова Геракла в львинной шкуре, а на обороте сидящая фигура Зевса с орлом на правой его руке. Единственная монета, найденная там, греческая, единственная, понимаете, во всем городе, во всех захоронениях. Может, все разграбили? Может быть, согласен. Но дальше написано вот что. Были найдены 97 металлических чаш с именами уранских царей. В те времена металлическая чаша, да еще и с именем царя, была, представляете себе, каким недешевым удовольствием. Выходит, монетки все выскребли из города, а вот эти вот огромные чаши, каждая, небось, в целое состояние, просто побросали. И, кстати, какая полезная находка. Сразу всех царей поименно узнали наши доблестные археологи. 97 штук. Замечательные бронзовые чаши. Бронзовые чаши, которые и сегодня звенят изумительным совершенно звоном. На них тоже имена царей и знаки. Вот фигурка льва, и некая башенка, на которой растет как будто бы дерево. Я не буду, конечно, сейчас цитировать вам всю книгу Бориса Борисовича Петровского, но рекомендую вам прочесть ее с карандашиком в руках и критическим умом в голове. Вот так сегодня выглядят развалины этих двух древнейших крепостей. Из Рыбуни сделан туристический объект, там еще есть музей на холме Оренберт. А Тейши-Баяни, как вы видите, практически никого уже не интересует. Это удивительно, ведь найденных городов древнего государства Урарту прямо скажем раз-два и обчелся. На Кармир-Блур сегодня вы видите свалка мусора. С тех пор, как я поближе и поподробнее ознакомился с тем, как происходило обнаружение и раскопки холмов Оренберт и Кармир-Блур, меня покидает очень нехорошее чувство, что нас всех, и, во-первых, весь армянский народ, держит за идиотов. Я прошу прощения за оборот речи, но именно так я и думаю. Вот вроде бы много всего, много раскопок было проведено, много артефактов найдено, много написано книг, статей, много сделано громких заявлений. Кажется, просто невозможно не поверить в существование древнего царства Урарту и в его связи с современной Арменией и с современным армянским народом. Но ежели ты поближе подойдешь к этой грандиозной картине, чтобы рассмотреть ее детали, то обнаружишь, что качественно она смотрится. только издали. Что большая часть этой картины – это пустоты, натяжки, призраки и просто талантливый вымысел. И если ты очистишь ее и оставишь только одни неоспоримые факты, то обнаружишь, что они вообще не армянские и никогда армянскими не были. и в тебе, я надеюсь, заболит самый главный вопрос – кто мы, откуда мы на самом деле? В дополнение ко всему сказанному выше, я собрал для вас любопытные факты о людях и организациях, которые были причастны к поискам и обнаружению древнего царства Урарту. Наверное, самый известный из них – это Борис Борисович Петровский. Он искал, находил, систематизировал, писал отчеты, объяснял. Но он был, по моему мнению, всего лишь хорошим исполнителем. Давайте пока обратим взор на его учителя, Николая Яковлевича Марра, который, как вы помните, отговорил Петровского от работы в Египте и отправил его на Кавказ. Николай Яковлевич Марр был сыном британского подданного, шотландца Джейкоба Марра. И сам Николай до окончания университета в Санкт-Петербурге в 1890 году также считался британским подданным и только в 1990 году он получил российское подданство. До переезда в Российскую империю семейство Марров было влиятельным у себя на родине и водило дружбу с послом Российской империи в Лондоне светлейшим князем Семеном Воронцовым. Семен Романович Воронцов был истинным русским англоманом, влюбленным в английский быт, а его отец Роман Воронцов являлся одним из первых деятелей русского масонства. В 40-х годах при содействии Воронцовых Джейкоб Марр переселяется в Российскую империю, в Грузию, в Кутаиси. Там Джейкоб Марр получает неограниченные полномочия лично от кавказского наместника следующего Воронцова, Михаила Семеновича Воронцова. Вот отрывок из его письма поручения к Джейкобу Марру. «Признавая полезным, чтобы все сады и питомники в империи и по соседству находились в главном заведовании одного сведущего и опытного лица, поручаю вам инспекцию образцовых сельскохозяйственных заведений, плантаций, как ныне существующих, так и вновь учрежденных, в надежде на то, что вы окажете помощь в разведении, умножении и улучшении всякого рода растений садовых, кормовых, тревесных, плодовых, огородных, мануфактурных, красильных и прочих свойственных климату и почве земли упомянутой полосы». Вот так сельскохозяйство целого региона оказалось в руках британского подданного Джейкоба, или, как его называли на русский манер, Якова Марра. В Грузии Джейкоб женился на грузинке, которой родила ему сына Николая. Николай вырос и сделал блестящую карьеру на поприще «История и языкознания». Николай Яковлевич придумал новое учение о языке, согласно которому все слова всех земных языков произошли от первых четырех элементов, так называемых трудовых выкриков – «сал», «бен», «йон», «рош». Эти трудовые выкрики, согласно его концепции, изначально не имели никакого смысла и использовались исключительно в магических целях. А уже позже эти бессмысленные выкрики, магические, обросли дополнительными звуками и образовали новые слова и языки. Неожиданно получив поддержку Сталина, Марр на долгие годы превратился в непререкаемого авторитета в области языкознания и археологии Советского Союза. Позже, когда он утратил благоволение вождя, выяснилось, что для своих доказательств Марр использовал малоаргументированные или совсем неаргументированные положения, а его базовая теория была признана научно необоснованной. Ну и трудовые магические выкрики отправились туда же, в мусорное ведро. Выдающийся русский лингвист Николай Сергеевич Трубецкой, покинувший Россию после революции, и многие другие ученые, знавшие Николая Марра лично, утверждали, что он был психически болен и что еще в бытность учеником кутаистской гимназии в его поведении отмечался ряд невротических странностей. Хотя некоторым из его современников эти странности казались признаком гениальности. Одной из самых известных работ Николая Марра является грамматика древнеармянского языка. Николай Марр не был носителем армянского языка, но поскольку он открыл четыре магических выкрика, то, разумеется, мог писать грамматики уже для всего мира безо всякого стеснения. Однажды во время выступления Николая Яковлевича Марра в Армении один армянин встал и возмутился тем, что говорил Марр, и сказал, что неправильно толкуете армянские слова. Я армянин, я носитель языка, я могу вам объяснить, как правильно их толковать. На что Марр незамедлительно отреагировал следующим образом. Он сказал, что рыбе не дано стать ихтеологом. По мнению Марра, сторонний исследователь армянского языка был по определению гораздо осведомленнее и авторитетнее, нежели какой-то там армянин, говорящий на своем родном языке. Николай Яковлевич Марр был не только выдающимся языковедом, но и гениальным историком и археологом. Именно его экспедиция обнаружила стеллу с летописью царя Сардури II в 1916 году. Мы о ней говорили, эту стеллу с тех пор никто не видел. Где она сегодня, неизвестно. Может быть, там же, в скале, может, украли, может, в каком-то турецком музее. Но, несмотря на то, что оригинал исчез, текст этой лекописи стал основным свидетельством, согласно которому крепости Рыбуни и Тейшебайни были датированы VI-VIII веками до н.э. и признаны урардскими. И, кстати, оцените качество фотографий, сделанных Марром в 1905 году. Вот фотографии. Вот фотографии 1910 года. Это 1916. Это раскопки в АНИ. Мы о них обязательно поговорим. Но в следующих видео. Ну что, будем продолжать верить, что у Петровского не было возможности сделать качественное фото. Теперь перейдем к тем, кто за все платил. Это, наверное, самое главное и важное. С 1904 года Николай Яковлевич Мар, исследуя развалины города АНИ, отсылал письма своим спонсорам и покровителям. Эти письма сохранились. В них отчеты о находках, расходах и просьбы о деньгах. Адресатами были состоятельные армяне из Баку, из Тифлиса, Санкт-Петербурга. Это также совет армянских церквей. Эти, понятно, естественно, верили в важность работы Мара и периодически помогали ему небольшими суммами в виде пожертвований. Но главным плательщиком и заказчиком его исследований было императорское русское археологическое общество. И именно сюда ведут все дороги древнего царства Урарту. Создано оно было в 1846 году. К этому времени археологи Лондона и Парижа уже раскопали Шумер, Осирию, нашли тексты на Ванской скале и бихистонскую надпись. К европейцам активно подключились американцы. Под прицелом была территория всей Османской империи. Русские тоже не захотели отставать. И по образу и подобию азиатских обществ Парижа и Лондона они создали императорское археологическое общество. Вот насколько эти русские люди были русскими, мы сейчас посмотрим. Основателями императорского русского археологического общества стали два богатых и влиятельных человека. Варшавский еврей Яков Рейхель. Нумизмат, художник, медальер и коллекционер. И второй человек, берлинский еврей, перешедший в протестантскую веру, Бернард Кёне. Это ученый-нумизмат и геральдист. Яков Рейхель однажды продал Эрмитажу свою коллекцию из 46 575 медалей и монет. А Бернард Кёне стал впоследствии автором большого герба Российской империи и герба Романовых. Он же был инициатором создания русского археологического общества. Идем дальше и выше. Первым президентом и покровителем императорского русского археологического общества был герцог Лехтенбергский. Герцог Лехтенбергский. Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богорне, который, кроме того, являлся президентом императорской академии художеств, был сыном Евгения Богорне, пасынка Наполеона, Бонапарта, внуком жены Бонапарта Жозефины, а впоследствии стал зятем императора Николая I. Кроме того, Максимилиан являлся самым высокопоставленным католиком за всю историю Российской империи. А теперь самое, на мой взгляд, интересное. Герцог Лехтенбергский обладал обширными познаниями в области естественных наук, интересовался изучением электричества, в частности гальванопластики, изучил минералогию и горное дело. Развивая идеи угравирования гальванопластических досок, ставил опыты. Для удобства гальванопластических исследований и опытов герцог имел отдельную лабораторию в Зимнем дворце. В 1845 году в Петербурге на базе мастерских герцога Лехтенбергского открылось первое промышленное гальванопластическое предприятие. Называлось предприятие Санкт-Петербургским гальванопластическим и художественной бронзозаведением и специализировалось в области так называемой художественной гальванопластики, изготовлении барельефов и статуй. То есть за год до основания Русского археологического общества были открыты мастерские, в которых теоретически можно было воспроизвести любой древний артефакт, выгравировать любую надпись и даже придать ей тысячелетний вид. Ну а в те времена, как известно, не было ни надежных методов, ни приборов для датировки и экспертизы найденных предметов. Братья-армяне, это далеко не все. Можно бесконечно долго рассказывать о странностях появления на свет нашей древней истории, о людях, из-под пера которых выходили бередящие душу названия Урарту, Великой Армении, Киликии. И если нужно, я буду делать это? Не бесконечно, но сколько смогу. Но вопрос не только в том, чтобы нам выйти из-под гипноза обворожительных иллюзий. Вопрос в том, кто мы на самом деле, когда, где и зачем мы появились. Разве нам не интересно? Разве нам не интересно? Разве нам не интересно?